МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите «Встреча на Рифеи». Честный разговор двух неравнодушных людей. В студии Светланы Заболоцких, а у нас в гостях ректор Гуманитарно-педагогического университета, депутат Законодательного собрания Пермского края Андрей Константинович Колесников. Здравствуйте, Андрей Константинович. Здравствуйте. Здравствуйте. Андрей Константинович, готовясь к эфиру, я обратила внимание на весьма такую двусмысленную, что ли, вещь. С одной стороны, вы в силу своей должности ректора, депутатской деятельности человек, открытый для общения. С другой стороны, когда я пыталась найти какие-то материалы о вас в СМИ, в интернете, я, кроме того, что в такой-то год вы родились, что вы физик, кандидат физико-математических наук, ректор и депутат Законодательного собрания, больше информации не нашла. Очень такие скупые материалы о вас, сведения. С чем это связано? Чем вы можете это объяснить? Тем, что не надо оглядываться в прошлое, судите обо мне днем сегодняшним? Или вы никогда не задумывались над этим? Да нет, вроде бы, достаточно много информации на сайте нашего университета. Там написано, по-моему, все, что я натворил за свою жизнь. Просто вот вся эта культура Facebook, Instagram, она как-то вот не близка мне. Но для меня нет закрытых тем. Я открыт для студентов, для коллег. Так что, пожалуйста, может быть, эта передача вам поможет разобраться. С кем вы имеете дело? Ну вот, единственное, что я поняла точно из той скупой информации, это то, что вы ни к одному своему делу не относитесь формально. Спрашивайте, я открытый человек. Спрашиваю, вы, значит, был институт, стал университет. Вы избрались депутатом, занимаете очень активную позицию как депутат. Вы создали депутатский клуб, который очень быстро стал такой авторитетный клуб. Не я один, не я один. Ну, вы были инициатором создания этого клуба, и он очень быстро стал авторитетной площадкой у нас в Пермском крае. И такие эксперты, которые к вам приезжают, ну, мало кто может похвастаться, что раз в месяц он может пообщаться. Я бы даже сказал, что никто не может похвастаться. Да, тем более, что когда приезжает член палаты лордов Соединенного Королевства, да, или там эксперты, экономисты мирового уровня, вот на этой неделе был господин Петровский. Кстати, как у вас впечатление, какое от общения с ним? Вы знаете, я многого ждал, но я в совершенно восторге. Он абсолютно блестящий специалист, блестящий лектор, блестящий аналитик. Ну, а его энциклопедические знания, я думаю, что мало кто может оценить. Просто он знает все про искусство, историю, языки, религию. Просто совершенно потрясающий человек. Таких крайне мало. И он символ, конечно, и российской культуры, и российской музейной индустрии. Как вам его инициатива, которую он озвучил у нас, находясь у нас в Перми, о том, что на несколько лет нужно вести мораторий по передаче зданий музеев православной церкви? Вы знаете, это очень сложный вопрос на самом деле. Мы живем, к сожалению, в истории, в которой нарушена непрерывность. Революция 1917 года, распад Советского Союза в начале 90-х годов, полное отрицание традиционных религий, замена некими такими вот коммунистическими верованиями, обратный резкий возврат. Это удивительное, конечно, лоскутное одеяло нашей истории. И я думаю, что вот все эти передачи зданий, собственности, кстати, это очень сложный вопрос и в историческом плане. В 19 веке это не было собственностью церкви в полной мере. Я думаю, что делать это надо корректно. И все участники этого процесса во главу угла должны ставить служение обществу, а не какой-то своей группе интересов. Убежден, что здание Кафедрального собора, где с начала 20-х годов находилась галерея, оно и сохранилось в советское время благодаря галерее. И галерея фактически спасла это здание. Так бы по традициям того времени поставили бы туда либо монумент какой революционный, либо гараж какой сделали. С этими зданиями не сильно церемонились. А так это архитектурный символ Перми с галереей внутри. Поэтому надо думать о новом здании галереи. Понятно, что здание собора не идеально для музея. Надо думать о плавной передаче, возможно, этого здания церкви. Но делать это надо без особого энтузиазма, сохраняя общественный интерес и сохраняя нашу замечательную галерею, которая является самым большим и наполненным музеем, который находится не в Москве и не в Санкт-Петербурге. То есть вы поддерживаете его инициативу? Безусловно. Ну вот я уже начала говорить о том, что вы формально не относитесь ни к одному своему делу, за которое вы беретесь. Такие дела. Мне удается формально относиться к ним. Вы постоянно находитесь в движении, постоянно в развитии. Скажите, вот как тогда ваше мнение, очень любопытно услышать, сейчас в эти непростые экономические условия, в которые мы так поместились все вместе, можно говорить о каком-то развитии, о каком-то потенциале. Вот приняли бюджет Пермского края в первом чтении. Сохранили все социальные обязательства. На 80% он у нас социально ориентированный. То есть, казалось бы, надо вот так вот ужаться и жить себе. Не заглядывая уже в завтрашний и в послезавтрашний. Тем более, что через три года у нас будет 50% нашего бюджета заимствованных средств. Ну, это один из сценариев. Не все так просто. Значит, вы понимаете, действительно, в первом чтении на прошедшем заседании законодательного собрания был принят бюджет. Бюджет очень напряженный. Он сохранил все канонические параметры, в общем, бюджетов предыдущих лет. Формально практически все обязательства по социальным программам соблюдены. Дефицит бюджета находится в пределах разрешенных норм. И по дефициту бюджета Пермский край выглядит намного благополучнее, чем окрестные регионы. И, казалось бы, все сбито. Однако бюджет, безусловно, вызывает тревогу. Ну, во-первых, в стране прошла девальвация. В стране есть инфляционные процессы, безусловно. Но насыщение, наполнение бюджета, его общий объем не только не вырос, но даже несколько уменьшился. Во-вторых, мы идем по пути сохранения всех социальных программ. И в этом, конечно, есть масса резонов, потому что жить непросто. Цены растут, чтобы мы не говорили по этому поводу. Но вот та часть, которая является потенциалом развития, к сожалению, уменьшилась и иногда вовсе исчезла. Вот это очень тревожная тенденция. Она наблюдается и в федеральном бюджете, в проекте бюджета. Он тоже еще не принят на 2016 год. Наблюдается и в краевом бюджете. Наблюдается и во всех организациях, которые получают бюджетное финансирование. Например, университеты. Про бюджет одного из которых я много чего знаю. Вот отсутствие этого блока развития, это вещь, которая позволяет, может быть, благополучно жить год или два, но которая очень больно скажется через несколько лет, когда материальная база, техническое оснащение огромного количества организаций начнет устаревать или просто исчезать. Поэтому ситуация очень тревожная. Она зависит, конечно, не от каких-то проблем чисто Пермского края, она зависит от проблем с экономикой Российской Федерации. Низкие цены на энергоносители, которые по-прежнему, к сожалению, определяют наш экономический потенциал. Резко изменившиеся отношения с почти всем миром. И это вызов для нашей экономики, безусловно. И вот более или менее стабильная жизнь в последний год и в планах на 2016 год связана в значительной степени с теми резервами, которые были накоплены в период дорогих энергоносителей. Эти резервы тают, и что будет дальше, это большой вопрос. То есть ответа пока на этот вопрос нет? В долгосрочной перспективе, разумеется, нет. Но, тем не менее, человек живет сегодня и сейчас, и те же бюджетники, слыша о том, что все социальные обязательства будут выполнены, что они денежно подкреплены. У них это вселяет все равно какой-то определенный оптимизм. А мне, знаете, что тоже интересно, почему нам пеняют за то, что заработная плата у учителей и работников дошкольных учреждений у нас одна из самых высоких среди Приморского федерального округа. Так вот, вместо того, чтобы нас похвалить, что мы такого добились, нам говорят, что вы как-то так очень вперед вырвались. На самом деле, здесь проблема, может быть, даже немного по-другому выглядит. Прошлый год, 2014 год, мы закончили с самой высокой средней заработной платой по Приволжскому округу. И вот это все эти выплаты в конце года, понятно, там премии в успешных предприятиях, они все вошли вот в этот зачет. И вот по этому показателю мы действительно обогнали весь Приволжский округ, что вызвало огромную тревогу как в окрестных регионах, так и здесь. Потому что существует план, рассчитанный до 2018 года, опережающего роста заработной платы преподавателей, вузов, педагогов и так далее. Сделать это очень трудно, если средний показатель очень высок. К 2018 году, скажем, работники высшей школы должны получать вдвое больше, чем средний показатель. Но это пока не обеспечено получается. Сейчас мы находимся на уровне 1,35. Государственное финансирование это не обеспечивает. Мы должны зарабатывать, продавая образовательные услуги, научные проекты, вот эти недостающие деньги. Делать это в условиях некой стагнации экономики очень трудно. Поэтому вот об этом много разговоров, много волнений. Все равно вы же представляете какие-то шаги, какие вы будете предпринимать. Я понимаю, что все очень трудно, что все очень непросто. Но тем не менее стабильная заработная плата всегда является определенной мотивацией для человека, чтобы он выбрал ту или иную профессию. Кстати, когда было заседание бюджетного комитета, там присутствовали главы территорий нашего Пермского края. И прозвучала от них такая фраза, что уходят с предприятий люди в бюджетную сферу. В те же школы, в детские сады. Вот акцент на социальные программы, на поддержку отраслей образования и здравоохранения приводит к таким деформациям. Стагнация в части промышленности, только в части, часть наоборот успешно развивается, приводит к таким движениям. Это естественное развитие общества. Но хотел бы заметить, что человек устроен так по своей природе, что все стабильное очень быстро начинает его разочаровывать. Он так устроен, что чувствует динамику. И поэтому, если заработная плата все время одинаковая, то он грустит. Ему надо, чтобы она все время чуть-чуть двигалась кверху. Да, и человек чувствует только динамику. К любой стабильной ситуации он очень быстро привыкает. Особенно к хорошему очень быстро привыкают люди. Нужна динамика. А это как раз потенциал развития. Но, тем не менее, опять же, возвращусь к тому, что стабильная зарплата, наверное, один из мотиваторов. Тем же ребятам, выпускникам 10-11 классов, которые задумываются сейчас о выборе жизненного пути, выбрать именно ваш ВУЗ. Действительно, действительно, мы популярны. Мы популярны. Средний конкурс в этом году был около 7 человек на место. 7 заявлений на место. Заявлений, правильно говорить, поскольку сейчас витарианты имеют возможность подавать документы в несколько ВУЗов. Да, высокий конкурс. Да, приняли очень хороших ребят. Действительно так. Они понимают, что отрасль образования сейчас явно развивается. Появляются многочисленные новые детские сады, новые школы. Следующая программа строительства новых школ. Понятно, что к этим зданиям нужны будут современные, хорошо работающие коллективы. И все понимают, что развитие общества без развития образования не бывает такого. Вы же все равно проводите мониторинг своих выпускников. Как только начала стабилизироваться ситуация в образовании, больше ли ребят, окончивших педагогический университет, идут работать в школу, в детский сад, в образовании? Ну да, в общем, эти цифры по Пермскому региону всегда выглядели достаточно благополучно. И сейчас мы здесь имеем положительную динамику. А каких вы хотели бы видеть своих будущих студентов, затем учителей, которые будут работать на благо нашего Пермского края? Ну, хорошими, конечно, хорошими. Вы понимаете, вот при всех там новых технологиях, новых ключевых моментах в педагогике и так далее, образ учителя, он описывается, в общем, несколькими словами. Это человек, глубоко знающий предмет, человек интересный не только как преподаватель, или носитель этого предмета, но и как личность, которая остается в памяти учащихся и после уроков, и после окончания школы, и человек не только любящий, но и глубоко уважающий вот тех детей, с которыми он работает. Вот эти качества необходимы при наличии компьютеров, без компьютеров, при наличии проекционной техники, без нее. Они необходимы всегда. Это основа преподавания. Ну, вот мы учим этом. Ну, разумеется, мы учим самым новым технологиям, которые сейчас существуют. Проблема педагогического образования заключается в том, что мы должны научить ребят не только предмету, но мы должны научить передавать эти знания другим людям. Сейчас же приходят люди, студенты, абитуриенты, которые в полной мере испытали на себе вот огромные блоки этих тестовых технологий, которые предполагают все, что угодно, кроме человеческого общения. И вот мы учим их этому общению, учим их работать с детьми, друг с другом, и работать в режиме человек-человек, что становится с развитием всяких гаджетов и тестовых технологий все более и более уникальным знанием, удивительным образом. Так что вот мы этим занимаемся. Забавная ситуация. Конечно, вот это доминирование единого государственного экзамена, сейчас об этом очень много говорится на разных уровнях, оно приводит к некому однобокому развитию ребенка. Понятно, что глубоко талантливый ребенок выживет в любой системе образования и достигнет высоких результатов. Но для среднего уровня это достаточно тяжело. Тяжело и для нас. Мы видим абитуриентов на большинстве специальностей только после того, как они становятся студентами. Представьте, мы по ЕГЭ принимаем на отделение логопедии. Это проблема. Нам хотелось бы поговорить с этими детьми до того, как они стали студентами. А изменить правила приема не в ваших стандартах? Нет, это федеральные правила приема. Это может сделать только вся страна. Ну, я думаю, что, наверное, в ближайшее время как-то развернутся в вашу сторону. Идет изменение внутренней начинки ЕГЭ. Ведущие московские УЗы давно нашли способ иметь свой экзамен. Но вот мы ждем, что этот процесс будет эволюционировать именно в эту сторону. Андрей Константинович, а вы помните своего либо первого учителя, но если не самого первого, то кто вам запомнился? Вот не зря же вы стали кандидатом физико-математических наук. Наверное, не только ваши природные способности к этому потолкнули, но и педагог, которого встретили на своем пути. Я, разумеется, помню нескольких учителей школы, но на меня, конечно, главное впечатление в жизни и главное влияние в жизни произвела встреча. Она произошла еще, когда я был школьником 10 класса, с будущим профессором теоретической физики классического университета, это Григорий Зиновичем Гершуни. К сожалению, его уже довольно давно нет с нами. Но вот, пожалуй, это человек, который дал мне много не только физики, это ремесло, которому, в общем, при некоторых данных можно обучиться, а как вот личность, которая учила и правильно относиться к человеческим отношениям, и к тому, что такое хорошо и что такое плохо по-настоящему, и к искусству, к культуре, и вот радости человеческого общения, его я внутри всегда буду считать своим учителем. Ну и, конечно, были школьные учителя, которые в разное время много чего дали, наверное, да. Ну, то есть, учитель, это все равно в первую очередь, я просто подвожу итог всему тому, что я от вас услышала, это не только человек, дающий предмет, да, а в первую... Конечно, тот, кто сформировал твое мировоззрение, тот, кто сделал тебя человеком. Предмет, это вещь необходимая, но недостаточная, как говорится в математике. Это, это само собой, вот важно, на кого ты хотел быть похожим, на кого ты хотел быть похожим. Вот это, пожалуй, вот тот самый простой критерий. Ну, я желаю, Андрей Костейович, чтобы как можно больше студентов гуманитарно-педагогического университета хотели быть похожими и на вас, и на своих преподавателей профессорской... Есть у нас такие люди, и студенты об этом довольно часто говорят. Спасибо большое за интересный разговор, за то, что вы пришли к нам на программу. Спасибо. Посмотрели встречи на Рифеи. Смотрите нас каждые вторник и субботу. Будет любопытно. Рифеи. Смотрите нас. Рифеи. Смотрите нас.